Смокинь у вау Не выспался немножко Это не повод не делать классный контент Всем здорова, с вами Олег Никитин Вы на канале No Limitson Он посвящен технике, саморазвитию, фрилансу, обзорам и многому другому И сегодня у нас здесь на обзоре Объектив 18-35 Вот на этой здоровущей, тяжелющей Тушке Sony FS7 Мы сегодня посмотрим Насколько это монополисты вообще ли есть Есть альтернативы этому объективу По факту их нет Это 1.8, очень быстрый объектив Говорят Fast Lens Ну то есть очень хороший и открытый диафрагмой Еще это зум с очень приятным Таким хорошим радиусом Потому что 18-35 на кропе Это примерно 27-52,5 Ну не примерно, а точно На полном кадре Что позволяет вам делать как достаточно общие планы На хорошем фокусном расстоянии Так и очень крупные планы При этом стоит отметить, что Это очень резкое стекло Да что я вам рассказываю, друзья Давайте я вам просто покажу несколько кадров С FS7 плюс Sigma 18-35 Вы сами для себя все поймете Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вам кадры, друзья? По-моему, пушка страшная Ну, надеюсь Я использую такой набор Уже более трех лет И Sigma 18-35 используется на моей Sony FS7 Ну практически в 80% случаев Я могу снимать только на нее все видео И я буду доволен этим результатом Потому что 18-35 это очень-очень резкий объектив Даже на 1,8 я практически всегда получаю результат Который меня устраивает И 4К снимать на эту камеру И этот объектив одно удовольствие Да, есть свои нюансы Например, очень короткий ход фокусировочного кольца А еще никакущий автофокус на Sony FS7 Ситуация на Sony A6300 Например, у которой гораздо более шустрый автофокус Чуть-чуть лучше Но далеко не идеальная А также стоит отметить, что есть звук автофокусировки И моторчики прямо очень шумные Давайте я включу вам небольшой фрагмент К сожалению, использовать такой звук с накамерным микрофоном Практически не представляется возможным Поэтому автофокус мы оставляем для кадров Где заменяем на музыку Или где используем петличные микрофоны Как у меня сейчас И камера достаточно далеко находится Ну моя-то находится очень близко Собран этот объектив, ну очень качественно Все ходы, ходы, ходы Кольца фокусировки и изумирования Очень плавные и приятные Единственное, что ход кольца фокусировки достаточно короткий И вы должны делать достаточно небольшие такие движения Чтобы попадать в резкость К этому нужно привыкнуть Но в дальнейшем вас это не будет особо смущать Я быстро привык Это фотообъектив, не забывайте об этом Кстати, под Bayonet, само собой, Canon, да, EF И я использую Sigma MC11 как адаптер С ним работает отлично Яфрагма закрывается, открывается Автофокус какой есть, такой есть Но он работает в целом И, ну и, конечно, еще размерчика это добавляет Потому что с адаптером Эта вся история становится еще более большой Но на такой огромной тушке Это смотрится не дурно Лучше, чем какой-нибудь блинчик Следующий момент Это что данный объектив действительно тяжелый И, допустим, с Sony A6300 Его достаточно сложно использовать И еще в нем нет оптической стабилизации изображения Соответственно, вам придется использовать Ну, либо стадикам Что достаточно сложно С Sony A6300 То есть разбалансировка там не очень простая И результаты не всегда хорошие Либо штатив, монопод Ну, тут уж кто что больше любит Но на Sony FS7 Просто сам вес вот этой всей малышки Этой всей махины Позволяет вам снимать с рук достаточно спокойно Я очень часто снимаю именно с рук Вот в таком варианте Меня более чем устраивает По поводу веса 810 граммов сам объектив Плюс еще переходничок около 100 граммов В итоге почти килограмм живого веса получается Что достаточно много Если вы планируете везде возить его с собой Поэтому учитывайте этот момент Еще один факт, который меня действительно радует Это то, что у этого объектива Практически нет так называемого Focus Breathing Когда вы фокусируетесь То есть картинка не увеличивается И не уменьшается Когда вы фокусируетесь А также он практически парфокальный Перфокальный Parfocal Ну, в общем, вы поняли Фокусировка почти не меняется Когда вы зумируете с 18 до 35 и обратно Да, она чуть-чуть сбивается Но вы буквально микроскопическим движением пальцев Можете его подрегулировать То есть не происходит такого, что вы зумируете И все просто расплывается совсем Зумируете Чуть-чуть добавили на фокусе И все Отличный вариант Теперь про зоны вне фокуса Или боке Боке действительно приятное Оно такое кремообразное Но достаточно простое, на мой взгляд Оно выполняет свою работу Вы действительно можете отделить объект от фона А мы знаем, что на матрице Super 35 Как на Sony FS7 Это сделать чуть-чуть сложнее Чем на полнокадровой И соответственно 1.8 по размытию заднего плана Будет равняться примерно 2.8 на полном кадре Это тоже стоит учитывать Но при этом Sigma справляется с этой задачей отлично Здесь 9-ти лепестковая диафрагма Что позволяет действительно получать Очень хороший такой переход Из зоны фокусировки и резкости в расфокус И очень симпатичные зоны расфокусировки Когда у вас в кадре есть какие-то источники света Или листья Все очень кругленькое, красивенькое Мне нравится Для тех, кто любит технические характеристики Скажу, что здесь 17 элементов в 12 группах То есть это довольно сложно сконструированный объектив И из-за этого, ну, я думаю, что резкость Как раз-таки этим и добивается То есть инженеры Sigma сделали просто максимум Который может выдать подобный вариант зум-объектива Теперь поговорим про то, когда источник света Попадает прямо вам в объектив Вот эти flares, так называемые, да, засветы Они есть, они достаточно большие Если это жесткий, сильный источник света И он попадает прямо в объектив Например, вот здесь на этих кадрах Я светил фонарем на разных диафрагмах На f4, на 1.8 А также на 18 и на 35 миллиметрах Достаточно большое падение контраста И даже бленда местами не спасает Но это не так уж и страшно Потому что мне нравится, как выглядят вот эти засветы На данном объективе Также стоит отметить минимальную дистанцию фокусировки Когда вы через адаптер ставите этот объектив на Sony FS7 Или на другую кроп-камеру от Sony Ну или вообще кроп-камеру в целом Но именно через адаптер, насколько я понимаю Потому что минимальная дистанция фокусировки становится ну совсем небольшой И вы можете реально сделать практически макрокадры То есть этот объектив может сделать вам и общий план И крупный, достаточно крупный там полупортретный план И сделать практически макрокадры То есть вы его можете не снимая с камеры Использовать в разных абсолютно сценариях съемки Что большой плюс Еще в наборе вы получаете Помимо самого объектива и классной бленды Отличную сумочку для переноски Она может и удобно крепиться на ваш ремень Чтобы вы могли быстро менять объективы Прямо на съемочной площадке Небольшой бонус, но очень приятный Резьба под фильтры здесь 72 миллиметра Что позволяет вам использовать не самые дорогие фильтры Тоже небольшой плюс К сожалению, у данного объектива нет защиты от погоды То есть вообще каких-либо антипогодных там резиночек, уплотнителей Ничего подобного нет Но я снимал с ним и в снег, и в дождь И в песчаных каких-то пыльных таких условиях Или в городе в пыль В принципе, никаких нареканий у меня не было Очень хорошо себя показывают Никаких там скрипящих частичек песка внутри Ничего подобного В общем, я доволен А еще за три года у меня резиночки не разболтались Соответственно, достаточно крепко и надежно они сделаны Я знаю, что на многих объективах Раньше, которые постарше Это была большая проблема Что резинки постоянно отставали Отслаивались, отваливались Вообще, здесь этим пока что даже не пахнет Теперь про стоимость Цена данного объектива примерно 60 тысяч рублей Что позволяет вам достаточно легко его себе позволить Особенно, если вы позволили себе вот такого монстра Которого я брал вообще тысяч за 700 Я обожаю своих соседей, которые посреди записи начинают что-то там стучать Простите, ребята, но я надеюсь, что вы не сильно отвлекаетесь Ну, или надо пойти и разбираться, может быть Итак, стоимость данного объектива, на мой взгляд, более чем адекватная Надо помнить, что этот объектив только на кроп-камеры Хотя, если вы поставите его на фулфрейм и выкрутите зум на 35 То он покроет полный кадр Не знаю, зачем это нужно, но вдруг кому-то интересно И вы можете его также по отличной цене перепродать Он разлетается, как горячие пирожки Если он в хорошем состоянии, то за 40 тысяч рублей Эта цена чуть-чуть ниже среднерыночной на вторичном рынке То, соответственно, вы сможете неплохо так после перепродажи Ну, не то чтобы сэкономить, но возместить часть потраченных денег Что большой плюс? Отличная инвестиция Кстати, вот здесь у меня есть ролик про инвестиции В технику можете ознакомиться, посмотреть Я думаю, вам будет это важно и интересно Подведем итоги Я очень доволен этим объективом Он выдает шикарную картинку, отличную резкость Довольно удобные фокусные расстояния Особенно если учитывать, что аналогов по сути и нет Сигма почти что монополист Поэтому цитата выпуска сегодня будет от Владимира Владимировича Путина Монополия хороша, только когда она своя Ну, а у Сигмы своего рода монополия в этом сегменте уж точно есть И вопрос выпуска А вы пользуетесь Сигма 18-35-1.8 для ваших кроп-камер Или вы, может быть, пользуетесь чем-то еще в качестве альтернативы этому объективу И что вы в целом думаете про него? Пожалуйста, поделитесь вашими мнениями в комментариях под этим роликом И, кстати, как вам новый сетап Сетап не любят слово мои подписчики Ну, в общем, новый вариант съемочного угла Я как-то пытаюсь экспериментировать в своей квартире И пытаюсь найти новые интересные ракурсы Надеюсь, этот был не так уж плохо Да, сидя на кровати, кстати, довольно удобно рассказывать Не забудьте поставить лайк, подписку, колокольчик Если вам нравится то, что выходит на моих каналах И в целом то, что я делаю на двух языках Кстати, сегодняшний выпуск на английском я планирую сделать в неком комедийном формате True Russian Review of Sigma 18-to-35 Ну, то есть это такой, как правильно сказать Гипертрофированный, гиперболизированный русский акцент И парочка смешных шуток про стереотипы американцев и других иностранцев про русских людей Оставайтесь на связи, всего вам доброго, берегите себя Пока, увидимся в следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok